В этом классе к нам приехал в школу, тогда был нашумевший хит типа острова нашего 17 мгновений весны и к нам приехал Вячеслав Тихонов в школу, поставил такой столик, столчик и что-то минут 40 какой-то скучно, скучно, что-то говорил и уехал, я думаю ничего себе, мы все ждали, он сейчас как-то спляшет хотя бы или что-нибудь представит, как он Штирлицем был, он ничего не сделал, вот он вышел, 2-3 минуты было интересно, что вот Тихонов, вот он живой, какой у него костюм, оказывается такой же как у всех, вот и, ну только галстук, так слегка другой, вот, ботиночки, все, такой обычный, обычный, так он нас обломал нам кайф, ну скажем так, мы школьники были, так в то время выражались, поэтому я когда сейчас ехал с дядечкой, который вез меня к вам, он говорит, я написал в программке номера из спектакля, я сделал такой спектакля, я сделал такой спектакль адекватнейший своему состоянию под названием Дед Петр и Зайцы, вот, мы его играем по нашей стране, вот, он говорит, надо какие-нибудь номера из спектакля, чтобы я не как Тихонов, да, раз и ушел, вот, ну такая, я могу, там такие песни, не песни, не поймешь, ну, как обычно, кто знает мою музыкальную деятельность, пение назвать это трудно, вот, скорее всего, как у Винни-Пуха, там вот были у него бурчалки, кричалки, всякие такие, вот у меня такие, ну, у меня так, там, аккомпанемент, не хитрый такой, но такой проникновенный, я родился таким маленьким, маленьким величиною с пальчик, мальчик, я рос, набирался ума, начал носить длинные брюки, гулял, где хотел, мальчик, мальчик, и чем больше я рос, напрягался, старался, тужился, ничего не вышло, научился прятаться и всех избегать, а сам так и остался, мальчик, как ни крути, спальчик, мальчик, кончилось дело плохо, очутился в лесу, а когда еле-еле выбрался, не похож был сам на себя, весь расцарапанный лицо, почему-то в крови, штаны рваные, мальчик, мальчик, с тех пор я стал немного смелей, если надо, могу и почану, с тех пор я стал немного добрей, немного добрей, мальчик, битый, перебитый, спальчик, и я стою в таком коричневом костюмчике, тоненький такой, сзади у меня темно, и на экране два еще меня, мне все время говорили, сделай группу, я сделал, сам я играю на гитаре, здесь у меня басист, тоже я в пальто таком, и я вот певец с такими глубокомысленными текстами, вот, народу нравится, такие, вот, вот, ну и всякие такие песни тоже про нашу жизнь, какие, когда я был молодой, я играл в школе вокально-инструментальном ансамбле на бас-гитаре, а теперь мне 45, я сижу в бане со своими друзьями, такие вот, да, со своими друзьями, да, я сейчас забыл, да, или я сижу в бане со своими друзьями, да, друзьями, да, я голубоглазый, полноватый, не очень высокий, мы в бане с друзьями поем старые советские песни под караоке, мы в бане с друзьями, меня жена не любит, моя жена полюбила другого, а я об этом ничего не знал, Меня зовут Владимир, Володя, для друзей я просто Вова, моя жена полюбила другого, я пытался наладить с ней контакт, а мой сын в это время собирал ребят, они что-то там такое свое преступное мутили, они что-то там такое свое не очень хорошее сделали и творили, у меня с сыном не было взаимопонимания, я работал в милиции, я обеспечивал ему питание, а он мне говорит, свои котлеты ешь сам, у тебя работа сучая, ну и на меня навалилась туча. Я милиционер, я еще не пенсионер, но меня уже списали, меня сократили по штату, я теперь работаю в охране на мясокомбинате, в мое дежурство на мясокомбинате у свиньи украли ногу, во всем обвинили опять же меня, Володю, Владимира, Вову, я еще не пенсионер, я милиционер, а меня уже списали, меня жена не любит, сын не понимает, я еду в лифте со своими голубыми глазами, со своими голубыми глазами. Дальше есть тоже, кончилось дело, как обычно, не очень хорошо, я побежал за Жениным любовником, достал пистолет, я звуковых выстрелы не слышал, проходил поезд, мне показалось, что я ранил его в плечо, нет, это любовник жены сам упал, у него просто отказало сердце, я милиционер, это все происходило дело зимой в новом районе. Ко мне, я позвонил сыну, говорю, Павел, что мне делать, я тут убил человека, сын подъехал, мы с ним быстро разобрались, нет, не подумайте плохого, мы просто посидели в машине, вызвали скорую, пока того человека, любовника, жены подобрали и увезли, я милиционер, я еще не пенсионер. Ко мне подходит бабушка и говорит, товарищ, там бьют человека, я был в форме, я побежал, прибегаю там пацану в компанию 8 или 9, один мне говорит, ну и че, я проклинаю все на свете, но я не отчаиваюсь, я сына неожиданно понял, жену простил, обнул ее на кухне, когда она говорила нам курицу, а что было дальше, вам знать не надо, водопады, водопады, струи слез и струи сахара, водопады. Ну там с гитарой все это, все это, да, без запинок там, все, сейчас все скажем, сейчас, сейчас расскажем, расскажем, все расскажем, все, у нас целый вечер впереди, вступление есть, так, теперь дальше, основная часть. Я все время рассказываю один и тот же старый анекдот. Конкурс Акынов, и выходит молодой исполнитель и по грифу, туда-сюда, и так у него, и так, выходит старик следующий, и бэм, 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 смотри, как молодой, шарит по грифу, он говорит, ищет, а я уже нашел. К чему я это рассказываю, что основная часть наша, в общем, зачем я к вам приехал, это так назвали, творческий вечер, ну, вот, натворено всякого много, да, вот, но дело же не в этом, а вот у меня в последнее время, с 45 лет, все мои вопросы, ответы, интересы, творческие всякие позиции, все находится вот бэм, 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 бэм в одном месте, вот, мне открылся Господь, я поверил в Бога, вот, не бойтесь, это совсем не скучно, вот, это гораздо, может быть, даже веселее, чем то, с чего мы начали. Вот, святой Исаак Сирин, которого я частенько очень читаю, седьмого века, пишет такую вещь, он говорит, о богатстве должен говорить богатый, о Боге должен говорить тот, кто удостоился Бога благодаря своей добродетели, о свободе должен говорить тот, кто ей обладает, красота истины подходит к прекрасным устам, святое соответствует святому, огонь ожидает огня, и благоговейному сердцу хранить в святости красоты Божии. Вот как он выражается. Да, вот, вот, я с вами согласен, вот это да, да. Вот, я должен вообще-то, по идее, закрыть лицо руками, отсюда уйти, потому что с женой постоянные какие-то то не так, то не этак, блудный взгляд и блудные мысли постоянные при нынешней наших удивительных, красивых, обтянутых девушках. Вот, осуждение, превозношение, раздражение, любоначальнее самомнение, самолюбование, хвостовство, разнословие, весь набор имею. Поэтому о чем же я могу, как же я могу, соотносясь с словами святого Исаака Сирина, на эти темы с вами разговаривать. Понимаете, если каждый день мы сделали 9100 шагов в сторону от Бога и сделали 911 шаг в сторону Бога, то мы движемся. Вот, об этих микродвижениях я могу поговорить и рассказать и ответить на некоторые вопросы, потому что у меня самого стало кое-что получаться. Во-первых, очень помогает мне вековая мудрость, которая известна, собрана, но я вылавливаю такие наиболее потребные для каждого дня вещи. Вот одна из них. Я пишу такие книжечки под названием «За корючки». Вот называется «Гнев». Это Марк Подвижник, в четвертом веке жил, так вот высказывался. «Гневаться и раздражаться есть не что иное, как наказывать себя за чужие глупости». Я думаю, как же хорошо, как же он это здорово сказал. И теперь, теперь она мне что-то опять не так, все пончики пригорели, все не вовремя, опять не убраны. Я думаю, ну что я буду себя наказывать за ее промашки? И знаете, у нас из четырех случаев три – мир. Вот начинаешь реально прикладывать, ведь, понимаете, ведь Богу от нас не нужен результат. Он же Бог, Он всемогущий, Он может раз и есть. Ему нужно вот это наше движение к Нему. Движение может быть очень мелким, незаметным. Я вот сейчас часто делаю такие вещи. Встречаю какого-нибудь старого приятеля или на улице встреча. Просто человек, неважно, выглядит, видимо, вчера там было, злоупотреблял. Вот, и сегодня я говорю, как же ты сегодня выглядишь хорошо? Я говорю, как же ты, какой у тебя цвет лица, как тебе он? И все. Человек, оказывается, это ничуть не человекоугодие, никакое не лицемерие. Он как-то сразу так собирается, у него счетчики даже раз как-то и уходит довольный. Понимаете, вот все время жить в позитив. Я говорю, знаешь, я все, что думаю, я ей высказал. Зачем же, если ты думаешь, всякую гадость ее высказывать? Я говорю, честный такой человек, я как думаю, я так и выскажу. Нет, браток, его тоже, я так думаю, я сейчас ей выскажу. Вот так делаю. Машина есть, на машину в лес куда-нибудь. Да, не так смешно. Колбасит мне по-детски. Со всей силы. Со всей силы. И вот она не так, и зачем я с ней 35 лет живу, и это опять мука. А бес он шепчет, давай сейчас молоденькую, там это есть, а я на сцене. А у меня три друга взяли молоденьких, этих старух бросили. Вот, и счастливый. И это он говорит, давай и ты, ты такой знаменитый. Вон, сейчас перечисляли, да? И то, и все. Вот туда, что раз, отгребаю, да? Я это отбил, он мне теперь предлагает, а вот ты не разговаривай с ней дня три, чтобы она... И так далее. Вот. То есть, понимаете, приходится, если ты христианин, если ты себя позиционируешь, что ты верующий, а у нас сейчас по опросам официальным 84% населения позиционируют, что они православные, и 60% верят в козлов, вот этих ослов, вот этих козерок, вот это все. Ну, 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 ну вот это все. Вон. Три с половиной тысячи лет назад прикол был такой. Неужели все человечество можно поделить на 12 групп, 7 миллиардов людей? Ну, это же смешно. И он пишет, я, говорит, православный, это чистая бесцовская затея, вот эти все. Понимаете? То есть, в головах наших очень много всего намешано. Поэтому, если мы православные, как же нам жить? А жизнь тяжела, как вот эта песенка, да, она смешная, но вот так и происходит. Вот мне снился давным-давно сон, что я в каком-то хорошем-хорошем месте лежу, сплю, и в безопасном очень, когда еще был маленький. И вдруг слышу, как на меня посыпались бревна, лавина бревен, которая вот-вот меня сейчас раздавит. Но у меня какое-то твердое такое чувство, что я в безопасном месте, и все со мной будет хорошо. Сегодня собрался к вам ехать, в 7 утра посыпалась реальная лавина бревен. У меня там строят ребята, и они в 7 утра стали разбежать. И я думаю, как мне хорошо, и у меня бревны целый день, до 4. Я вот так не уехал, а они еще сыпали там, вот. Какое же место, где мне безопасно хорошо? Здесь, у вас. Потому что я знаю, что я встречу здесь внимание, мы и что-то и посмеемся, и что-то серьезное, и, может быть, вместе что-то поймем. Ведь, как, ну что, артист, я же так же, как и вы, то же самое все, все то же самое, так же трудно, так же еще труднее, на улице все узнают, все это, это, вот. Вот, как же быть, как же быть, вот эти рабочие сыпят, я лежу, им ничего не объяснишь, а они, я в подвале сейчас живу, вот, переехал в новый дом, освоил подвал. Они на первом там, значит, работают. И они, как всегда, уверены, что вот это их, вот сыпание бревен, вот туда-сюда, это очень-очень важно. Вот, а я там лежу, готовлюсь к встрече с вами, какие-то думаю, как бы мне это. Вот, ладно, вот так. И так далее. Я, когда стал об этих вопросах задумываться, я себе поставил один самый главный вопрос, ведь он один. Что будем делать в четверг, если умрем в среду? Он, вроде, такой смешной. А вот по трассе едешь, да, молодых людей здесь много, часто ездим и видим, вот они сидят. Вот только что они, айпады возили, вот это все, туда-сюда, без пяти, и вот они сидят. Оболочка одна, мертвые сидят, как куколки. И что? И что? Ведь если вечности нет, эта жизнь бессмысленна. Поэтому я в 45 лет, когда в угол уперся, у меня жена прекрасная, прекрасная работа, слава, деньги, дети, жить незачем. Я задал себе вот этот вечный вопрос, зачем я живу, чтобы делать из пищи вторичный продукт, да, но это какая-то слабая задача, да. Ради детей, вы знаете, что вот история любого здания, фабрики, предприятия, редко второе поколение владеет. Обычно от поколения к поколению все меняются владельцы, поэтому это иллюзия, что мы ради детей. Зачем же тогда? Зачем же тогда сел на кухню, на табуретку, обхватил руками головы и спросил, зачем? Ну, только по-честному. И в горле вот так вот пересохло, вот так это стало надо. Вот, ну, думаю, что они там, вот, что они там, там в темноте, что-то, какие-то свечки, какие-то, что-то там это, крест на куполе. Что они там делают? Пошел на рынок, вери, я у нас молитвословку пил, открылся, смотрю там, все, что мне надо, прям, все. У меня еще есть мой первый молитвословчик, где у меня отмечено, вот, с какими молитвами я, видите ли, согласен, а вот остальные нет. Так мне сейчас это смешно очень смотреть. И стал потихоньку на эти вопросы, главные в своей жизни, отвечать. Пришел в храм, постоял там сначала 10 минут, потом 20, потом это, мне там ребята говорят, Петро, а что это ты в церковь зачистил? Я говорю, смотри, воскресенье, пивная, жены нет, с ребятами целый день простоять. Он говорит, ну, выше нет вообще. Я говорю, а мне так там? Понял, говорит, все ясно. Вот, когда такими какими-то доходчивыми, мне там хорошо, мне там крепко, там дом Бога. А, говорит, можно в церковь не ходить, а это все. Понимаете, вот эти силы, которые дают нам жить и отвечают на эти вопросы, зачем, находятся именно там. Как я обычно тоже отвечаю. А я, говорит, в церковь не хожу, ну, а к Богу так я это. Я говорю, вот, гляди, поставил сусло, замешал брагу хлебную, эту бочку поставил. Она у тебя 7 дней там это мутит, пьешь 7 градусов, голова болит. Ну, какой-то кайф есть, ну, так это слабо, как-то тухло. А тут французский коньяк. Выбирай. Можно, конечно, без церкви, но там все это густо, чисто, свято и по-настоящему. Но рассказать вкус ананаса нельзя, его надо попробовать. Вот я попробовал, и меня теперь за уши не оттащишь. Не оттащишь за уши. Потому что все состояния эти новые, что есть жизнь с Богом, они гораздо выше по степени, даже если мы такие все сластеные, по степени наслаждения. Это совсем другой порядок, уровень кайфа. Да, это, во-первых, это можно всегда, это всегда с тобой. Потом мне очень нравится, я сбивчиво несколько, все, что в голове у меня, извините, но это то, что мне очень хочется вам рассказать, как у меня. Вот, может, это не важно кому, но вот судя по, к кому я езжу по стране, иногда с концертами, иногда вот с такими разговорами. И оказывается в конце беседы, что это всем очень важно, ведь это самое главное, зачем мы живем, ведь будет вечная жизнь. И что мы там скажем, она же будет, а, говорит, об этом думать не надо, как это не надо думать? В отпуск едет на три недели, в интернет посмотрел погоду, взял теплые эти, компьютер взял, плавочки взял и такие, и мало ли что там это, вот, да, приготовился. А это, говорит, как, а это вечно. И к этому не надо, только об этом не надо думать, только к этому и надо готовиться. И оказывается, как я вычитал, и согласен полностью, эта жизнь нам дана только для того, чтобы приготовиться к вечности. Как кто, если учился, да, здесь много умных лиц, вот, мы не учимся, не учимся, не учимся, через три дня сессия, сидишь ночами, экзамен будет. Так и тут, этот экзамен придется сдавать каждому из нас. И что мы скажем? Я знаю, что как-то, ну, так, где-то что-то есть, а вот он, Бог, стоит. И ты ему говоришь, Бог не какой-то там дядька с бородой. Вот этот, который босиком по Иерусалиму лечил, кормил, исцелял, его палкой оплевали, уксус дали вместо воды, на кресте прибили. И говорит, если ты, Бог, ну-ка, сними сам себя с креста. Поиздевались? Вот этому придется смотреть в глаза. И что? Вот я как-то стал об этом думать. Стал с этим Богом жить. Как бы, да, вот недавно был случай, привезли мне такую в подвал сушку, там у меня сыра в подвале, сушку. У нас еще не подключен ток. Я думаю, так, они у нас воруют, да? Ну-ка я накину провода. Я не могу. Я увидел, что я не могу. Бог стоит рядом. А я это накидываю. Я думаю, сейчас я накину. Они нас обокрали. Ну, все эти, придвинул себе все аргументы. Ничего у меня не вышло. Ничего у меня не вышло. Вот как интересно. Вот. И пальцы можно долго загибать. И видишь, что, как бы сказать, ты оказываешься в компании, в компании беззащитных людей. Не тех, которые уверенные, богатые, сытые, умные, здоровые. А те, которые не защищены, не уверены, больные физически или душевно. И читаешь слова Бога. Посылаю вас, как овец среди волков. Я думаю, да, да. Это вот единственный смысл, как стоит жить. Не по волчьи быть с волками жить, да? Чтобы у этих овец отросли когти, что они научились. Ну, как же, говорит, меня же затопчут. Да, затопчут. Но Господь нам обещает там, царство, за гробом. Эта жизнь кончится через 10, 20, 30, а может завтра лет. Что будет там? Начало меня сильно интересовать. Оказано, оказывается, там будет у нас, вообще нам дано, 4 жизни. Извините, я, может, чего сплясать? Вот. Да. Да, конечно, да. Я делюсь тем, что я открыл для себя и что меня, как сейчас скажут, вставляет очень сильно. Оказывается, у нас 4 жизни. Первая жизнь в утробе матери, вниз головой, кишки кругом, думает, ну, вот это и есть жизнь. Выскочил тут, горы, леса, дом отдыха, все, что хочешь, спортивные площадки. Ну, думает, вот это, да, кайф. Умер, тело осталось здесь, душа ушла в какое-то новое качество. Потом будет 4 жизнь, когда этот мир кончится. Все, каждому будет дано из нас. Представляете, удивительное то имя, которое вот мы и есть. Вот каждый. Я вот такой, вот не Ваня, а Коля, Петя, а каждому собственное имя. И будет дана новая плоть, в которой Господь воскрес и на землю приходил. Это будет какое-то новое совсем тело, но тело, а не одна душа. То есть мы совоскреснем со Христом. Этот путь возможен только через общение с Ним, через познание Его. Все это находится в церкви. Другого пути просто нет. Вот я никого не уговариваю, никаких проповедей, ничего. Я пошел. Вы знаете, у меня поменялась вся жизнь. Как в такой песенке поется православный. С тобой спокойно засыпаю, с тобой радостно встаю. У меня ушли все страхи, тревоги. Трудности остались. Но они, как бы сказать, смешные. Ведь нас же и предают, и обманывают, и обворовывают, и отпихивают, и убивают некоторых. И постоянно какие-то измены, какие-то дрязги, какие-то ссоры, любую дверь. Открой там что? Свадьба, похороны или скандал. Вот, как обычно. А Бог, Он всегда неизменен, Он всегда нас любит, Он всегда одинаковый, как 2000 лет назад. Он был одинаковый, так и сейчас. Вот у меня эта мысль тоже очень как-то... И мне невестка, жена сына, говорит. Петр Николаевич, знаешь, сейчас сделали по скайпу, можно позвонить бесплатно в любую страну мира. Я уж не стал женщину расстраивать, вот, а сам так подумал. А я могу прямо отсюда, к Творцу Вселенной, вот прямо сейчас, Господи, помилуй, прямо туда. Какой мне скайп? Какой мне... Петр Николаевич, скажи, пожалуйста, по поводу... К Цоя, по поводу Цоя. Спасибо. По поводу Цоя. Вообще, плодотворно получается, если у вас возникают вопросы, и я буду отвечать уже более конкретно. Я как бы задал тем... С Витей, да, С Витей. Немножко расскажу о нем, какой он был молоденький. Вот. Тем более, что это имеет отношение к нашему разговору. Вот где он сейчас? У меня есть такая песня. Вадим, зачем ты взял и так неожиданно умер? Где ты теперь? Как с пропиской? Где он теперь, Витя, наш любимый? Вот. Наверное, где-то. Вряд ли это стало пыль, или в какую-то собаку он превратился, как некоторые верят. Вот. Ну, там, эти... Попугая. Да. Вот. Витя. Витя. Вообще, тогда все это питерское движение... Мы как-то были все вместе, и Маек, и Боря Гребенщиков, и Витя Цой, и много-много... Костя Кинчев. Вот. Все мы собирались. Это было очень интересно. Каждый приходил с гитарой и приносил песню. И было такое негласное, но такое соревнование. Кто лучше? Вот один песню. Башлачев, Саша, жив еще был. Он песню, там, я песню, Боря песню, Вася Шумов песню, Костя Кинчев песню. Представляете, как было это сильно интересно. Вот. Это было интересно. Вот. И... Да. Честно очень интересно. Да. Дальше рассказываю про Витю. Ты меня спросил. Да. Витя отличался от всех. Отличался какой-то особенный, светлый. Он очень был... Питер это был в то время. Такое, самый модный город. Такое... Несколько все было мрачное. Такое модное, припанкованное такое. Такое, слегка такое, изысканно мрачное такое все. Витя пел светлые дни, белая гадость лежит за окном. Я ношу шапку и шерстяные носки. Вот. Эти все песни свои. И был прямо как лучик в этом, в общем-то, темном царстве. Я там кричал, там, курочка-ряба. Ты моя баба, там. Да. Вот. Ну, дай ответить. Дай ответить. Дай ответить. Ты такой бурный. Вот. Я же отвечаю. Вот. Витя был очень светлый. Вот. И потом мы с ним... Ну, мы общались тесно, мы не дружили. Потом мы встретились на кинофильме «Игла», где Рашид Нугманов, такой замечательный режиссер, предложил всем нам, рокерам, играть вот такие странные роли. Мы, конечно, были никакие не актеры. Все это так было скользко. Вот. Но Виктор уже участвовал во втором фильме, поэтому мы к нему относились с большим уважением. Он уже был киноактер, он уже сидел слегка развалясь и вообще знал, что такое компендиум, например. Знаешь, что такое компендиум? Это маленькая полочка такая, поддерживающая стеклышко. И все. Звучит так, как компендиум. И уже... Вот. Вот. Но он всегда, всегда... Мы все были на равных, очень все было по-доброму. Потом, что они стали делать вот в этих черных костюмах в кино, в группе. Мне лично нравится меньше. Я больше люблю его вот тот период акустический, когда он и еще был такой человек Рыба. Вот. Они вместе это все начали. И такие у них были светлые, светлые акустические песни. Кто слышал? Восьмиклассницы там. Вот эти все песни. Вот. Витя, вот. Как он погиб? Что случилось? Не наше собачье дело. Вот. Но жизнью и смертью распоряжается только Бог. Чтобы не было иллюзий, что какие-то есть случаи, какие-то есть несчастные случаи, какие-то что-то... Бог распоряжается жизнью и смертью. Наша церковь верует, что забирает Господь человека в двух случаях. Или если исправление уже невозможно, или если человек Богу нужнее там на небе, чем нам тут на земле. То есть он уже для Царствия Небесного созрел. Я думаю, что с Виктором, конечно, второй вариант применим. Потому что он сделал очень много светлого. И человек был светлый, честный, добрый. И всегда помогал, между прочим, молодым. Конкретно деньгами. Не так вот, давай посидим, поговорим. Опа, можно было всегда у него десятку чугу взять. Любить-то не умеем, так хоть денег. Готовьте, пожалуйста, вопросы. Вопросы я буду отвечать. Петр Николаевич, можно вопрос? Фильм «Остров». Просто, ну, замечательный фильм. Как, насколько вы там себя ощущаете реально? Ну, работа актера, она предполагает на отрезок жизни стать этим человеком. Понимаете? Это такая работа. Хотя есть два, как бы, две школы. Одна это школа Станиславского, которая утверждает, что играть надо так, не изменяя собственной личности. Я в предлагаемых обстоятельствах. Другая школа, не школа, а направление. Вот мой любимый актер всех времен и народов – это Жан Габен. Вот. Он ничего не делает, он просто становится продавцом, шофером, убийцей, кем угодно. Он внешне ничего не делает, он меняет мировоззрение. Вот это, так сказать, подход другой. Другой, не собственной личностью в рубашке этой роли. А стать продавцом, шофером, кем угодно. Кем поставлена задача. Вот. У меня было сложное там дело. Но мне очень помогло то, что я уже, мне открылся Бог, и я в свою малую меру, со своими мелкими ужасами, так же Его просил, так же плакал, так же ничего не получалось, так же опять, там, курить бросить, пить бросить, то, другое, все это, это все. Поэтому мне это было очень знакомо и понятно техника, и что такое вообще покаяние. Нам это всем, между прочим, очень важно понять. Извините, я не в таком, не в поучительном тоне, я рассказываю, что я понял. Вот. Покаяние, это, оказывается, не рассказать на исповеди о своих грехах. Это в переводе с греческого изменение мыслей. Это надо всю свою жизнь изменить. Вот. Потому что Богу надо все наше сердце. Бог ревнив. И нельзя после работы стихи писать. Вот чуть-чуть ему, потом на работу, потом опять ему, потом опять на работу. Не выйдет. Между двух стульев не высидишь. Стула только два. Вот сегодня праздник называется Лазарева суббота. Это событие евангельской истории, когда был друг Христа и учеником, его друг, сестер Марфы и Марии, Лазарь, который умер. Вот. Христос был в отдалении, он пролежал четыре дня. Когда сестры прибежали и сказали, вот Лазарь умер. Он говорит, идем скорее туда. Помолился сильно, как отцу небесному. И попросил его воскресить его ради этих людей, ради любящих его. Вот очень это важный для нас момент. Наша молитва может очень много сделать, если мы просим за других, которые даже не крещеные, которые даже в церковь не ходят. По нашей любви Бог очень-очень много может в судьбе каждого изменить, даже в загробной жизни. Вот. Такое чудо удивительное, как бы сказать, поразительное своей вот этой, во-первых, это очень трудно, да, когда уже смердит, сказали ему, как ты его воскресишь. То есть это была потрясающей силой молитва Христа к Отцу Небесному. И удивительное чудо, второго такого чуда в Евангелии нет. Вот. И что же произошло потом? Общество, так называемое, которое все это видело, раскололось строго на две половины. Не на три, не на четыре, а на две. Одни уверовали, вторые сказали, убить надо и Христа, и Лазаря. Поэтому мы с вами находимся в такой же ситуации. Мы или с Богом, или мы против Него. Или мы с чертями, не надо обольщаться. Только два стула. А то, говорит, 56 лет, двое детей, лысый, седой. Павел Павлович, ну как креститься? Я, говорит, еще не готов. Интересно, говорит, посмотреть, как ты там готовишься. Понимаете? Не готов. Это значит, что? Ведь никакого злого дядьки нет. Когда мы умрем, придем. Если мы за эту жизнь Бога не узнали, Он скажет нам простые, ясные слова. Отойдите, не знаю вас. Не потому, что Он злой, а, дружи, это правда так. Если мы бегали мимо всю эту жизнь, делали свою работу, были добрыми людьми, воспитывали детей, но бегали мимо Бога, должно же быть как? На первом месте Бог, потом жена, потом дети, потом внуки, потом работа, потом Мерседесы, дома. Все можно иметь, но потом... А у нас какая лестница, да? Если мы сегодня по-честному вечером домой придем, книжечку возьмем, напишем, кого я люблю больше себя. У меня лично этот листик до сих пор пустой. Пустой. Я с урожением вижу, что я больше себя никого не люблю. Вот я вышел такой, вот актер, ника, это... Вот какой я поганый, оказывается, человек. Что же мне делать? Начинать. Как? С Божьей помощью делать через не хочу. Вот он в полвторого ночи... Не бросай трубку, послушай. Может, у него что, горе какое? Ну да, он выпил, он еле... Знаете, вот так вот стал делать, и много чего стало в жизни моей случаться. Даже не сказать хорошего, а... Ну, как вам сказать? Ведь лучше умереть за правду, чем от водки, правда? Вот стало как-то в эту сторону грестись все. Потихоньку, очень. Где-то промолчал, где-то, вот как я вам рассказывал, сказал что-то хорошее, где-то денежек отдал слегка. Вот эти книжечки пишу за какие-то копейки, а то и раздаю. Вот, вот, и смотришь, и друзья появились, другие, и дома стало намного лучше. И жить стало радостно. Каждый день. Мы же все живем в тоске, ребята. Давайте будем к себе, так вот, по-честному. Ну да, мы все собрались, Тетя Николаевич пришел какие-то песенки, радость, потом что опять? Опять эта тоска. Опять что-нибудь, или телевизор, или чего-нибудь. Только сейчас же какой лозунг? Развлеки меня. Я вот с молодыми людьми общаюсь по рок-сцене, по себе. Я говорю, ребята, какой, ну, самый такой проблемная тема? Они говорят, ничего не интересно. Все есть, все открыто. Интернет, все есть, все есть, ничего не интересно. Поэтому, если без Бога, то чего дальше? Овене, туда-сюда, вот это все, капюшон, побежали, все. Дальше отняли, убили, сели. Я рецидивист, вот это все, на взрослую, вся жизнь, коту под хвост. Наши дети, наши пацаны, замечательные, гибнут сейчас тысячами от этой гадости. Почему? Потому что мы, взрослые, не горим, мы тлеем, мы тлеем потихоньку в своих этих семьях, как Иоанн Фернштадский начал свое служение. Он говорит, иду, где свет, там или скандал, или свадьба, или похороны. Нужен священник, и там, и там. Открывал дверь, и шел туда, со своим светом, со своим словом. Вот. Сейчас такие люди есть. Я, например, все, что понял, все, что узнал, я начал слушать с тысячного года отца Дмитрия Смирнова. Замечательный такой московский проведник моих лет в центре родился с юмором. Это как следует все. Вот. И очень полезные всякие такие вещи, которые вот я пытаюсь что-то и вам тоже сообщить. Ведь, понимаете, вот те, кто веруют уже, те, кто в храм ходят, дерево стоит, прекрасные листья, плоды, груша, плодов нет. Второй год нет, третий год нет. Что делают? Срубают погонь. Мы, верующие, которые в храм ходим, утром и вечером молимся, апостол нам перечисляет плоды, любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. проверим себя. Что-нибудь есть? В какую-то малую меру что-то чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Вот за эти, за эти веревочки приходится цепляться, тянуть. Ведь фильм острый. Он не потому, что он какой-то суперхороший фильм или там супер какие-то актеры. Он о насущном. Он о том, как нам жить. Вопрос-то один. Вот сейчас мы сидим, вот мы вышли, вот опять этот внук, вот опять эти дети, вот опять он пьяный, вот опять она от него ушла, дура корова, ничего не понимает. А у меня, он один ребенок, и как его, потому что остальных мы убили. И на работе опять, и денег опять трудно, и там опять воруют, и как мне не... И вот все время жизнь предлагать, я вообще не представляю, как это без Бога разгребать это все. Вообще не ясно. Сейчас одну минутку, я докончу мысль. Вот. И я... У меня отец Дмитрий спрашивает, Петя, а как раньше? Я говорю, я не помню. Я не помню. Это какой-то был другой человек. Я не представляю, как это так вот сейчас бы без Бога жить, и что бы я делал. Я... Извините, да. Ну, да. Да. Я по роду своей деятельности нет-нет, да встречаюсь с ребятами таких убеждений, с наркозависимыми, вот, с молодыми, особенно, он говорит, а что я 25 лет по... торчу, а дальше пыль, там, и все. Приходится им могут рассказывать. Не рассказывать строго, что тебя там накажут, а я пытаюсь рассказывать, и, вы знаете, из 101 слышат. Я говорю, знаешь, что это такое Святая Троица? Это вот, когда солнечный шар, да, он все время в пламенном каком-то движении, там, пятна какие-то, да, и вот три ипостаси, отец, отец, сын и Дух Святый, они в постоянном движении, в каком же они движении? Один все время умирает, чтобы двое других жили, потом один из двух умирает, чтобы эти двое жили, потом этот умирает, чтобы эти двое жили. Он говорит, да, ой, прикалывает, прикалывает. Один за другого все время умирает, и все это в огненном бифре крутится, и все время это есть. Вот мы стоим, и это сейчас есть. Вот это происходит. Дух Святой умирает за сына и отца, сын умирает за... и так далее. Вот христианская, какая удивительная вещь. Вот что сделал Бог. Он все наши грехи пригвоздил к кресту, вошел на крест, жертву принес, кровью расписались все наши мученики, вся наша земля полита кровью святых людей. Чтобы перечислить имена русских святых, надо четыре с половиной часа. Ну-ка, другая религия, покажите мне такие плоды. Покажите мне такие плоды. Я с большим уважением, но покажите мне плоды. А? Ну, буддизм не предполагает наличие Бога, поэтому там не о чем, как бы, и говорить. Это учение. Это учение. И пусть буддисты мне ответят только на два вопроса. Нет. Я с большим уважением и почтением на полях, где мы можем соседствовать по делам милосердия, помощи тем же наркоманам, здорового питания. Ради Бога. Все люди, поиски к человекам Бога всегда прекрасны. Но, разговаривая с буддистом, мне приходилось, я всегда стараюсь открыть ему, что да, как у тебя все здорово. А смотри, есть еще дальше. Есть еще дальше. Есть, если просишь у тебя рубашку, отдай и верхнюю одежду. Это же прекрасно. Это может сделать только человек. Никакая кошка этого сделать не может. Какие нам обещания будущей жизни, какие нам рассказы о том, как это все сотворено. У них нет ответов на эти вопросы. Кто это сделал и что будет после смерти. Я буду собакой? Чего-то меня это как-то не вставляет. Я вот хочу быть в новой плоти как Христос, а не каким-то реинкармированным козликом. Да. Вам аплодисменты. Профессионализм как-то исцелизм и субъект какой европейский вот это зло оно активно. Зло оно активно. Ну вы же сами понимаете, что гомосексуализм это извращенная форма. Богом же созданы определенные органы у каждого из нас для определенных целей. Если использовать это все не по назначению, но это даже смешно об этом говорить. Понимаете, никто ни с кем не борется. Вообще толкотня это дело последнего качества. Нет. Также, кстати, обстоит дело и с кайфом. Пока ты в собственной душе не найдешь что-то лучшее, ты пить или колоться не бросишь. Пока ты не устроишь эту замену, так и здесь. есть более убедительные и лучшие способы жить, чем однополые браки. Понимаете? Можно рожать детей, можно любить одну женщину. Вот как интересно. Есть такой негритянский знаменитый певец Соломонбург. Мы с женой посчитали, посмотрели его фильм. Так у него 21 человек детей от одной женщины. И у него 76 внуков. И мы стали считать его семью 500 человек у него бригада. Вот весь этот зал. Его семья. Ну что ему? Он вот такой сидит в кресле себе. И ему вообще ничего. Вообще он. И ему только дедушка, дедушка. Один ему мороженое, другой. Вот как. Понимаешь? Вот как. Но он родил, он каждого воспитал, выкормил, вырастил от одной женщины. Но они негры. Там у них несколько другая давитость. Спрашивают у него, как это так вам удалось? Он говорит, с Богом. А я говорю, все. Вопросов нет. Вот так. Вот так. Вот так. Представляете, каждый мы родили бы по 7-8. Поначалу трудно, да. А вот сейчас 62 мне. И у меня бы были 40, 45. Это, и все. Две девки. И все. Ну, один бы спился. А остальные работники. Вот у меня Коля, ваш, калужский, из деревни, плотник. Я говорю, Коля, у тебя как? Он говорит, у нас было 11 детей, двое померли, двое пьют. Значит, 4 минус, одна девочка, а 6 работников. У нас еще батя жив, ему 84. Вот. Они ему каждое лето привозят по 5, 6, по 7 тысяч долларов. Он говорит, Колька, иди сюда. Он говорит, иди сюда, в сарае его, раз, а у него там как в криминальных кино эти баксы у стенки сложены. Вот тебе и пенсия вся. Он говорит, куда ты мне, вон на меня. Вот как. Ни в каких азиатских странах никакой пенсии нет. Там дети кормят родителей. Ну, кроме развитых, Япония. Дети, наша пенсия, это наши дети. Если мы их воспитали, если мы их родили много, вот, они будут вокруг нас. Я знаю случаи, когда с парализованным отцом четверо детей в драку. Кто с ним будет ухаживать за ним? Почему же это так? Дети хорошие. Ну, и дети хорошие. Отец, наверное, такой, с которым одна радость ухаживать за ним. Вот в чем дело. Который не капризничает, не это. А то одна, сейчас, я вспомню случай смешной. А то за одной бабушкой ухаживали. Она заставляла, знаете что, батареи с мылом мыть каждый день. Ей ходили даром из храма. Она говорит, батареи мыть. Не знаю, в Вензорском дворце у британской. Пиролевы моют или нет? Вот такие бывают больные. А этот прекрасный человек, и с ним все хотят сидеть. А старость, она близкая, и останемся одни. И кто подаст стакан воды? Реально. Не говоря уж о том, кто будет за нас молиться. Потому что жизни наши всякие, а в ту жизнь проникает только молитва. Вот такие вещи. И все вокруг этого, все бень-бень-бень, все вокруг этого. Как один фильм, такой есть Хичкока, называется «Я исповедуюсь». Там у священника проблемы, он был влюблен, и вот а у нее муж, она говорит, ну давай пока, мужа нет. А он говорит, ты понимаешь, я в это верю. Такой мне очень ответ понравился. Так и я, что я вам рассказываю, я тут не актер пришел, я вам рассказываю то, во что я верю. И у меня есть опыт веры, когда я просил и получал, и как было хорошо, и как надежно стало. Не легче стала жизнь, а осмысленней. Каждый мой жест, каждый мой поступок, каждый мой к вам ли приезд, я совершенно четко знаю, почему, зачем я это делаю. То есть мотив у меня понятен совершенно. А всего-то надо спрашивать себя перед каждым делом, перед каждым словом, каждым утром, зачем? Зачем я иду на эту работу? Зачем я постоянно ору на этого сына? Зачем я к мужу оборачиваюсь только задней части тела? Зачем я живу в этом ужасе, в тоске, в скандале? Не лучше ли промолчать, простить, уступить всю свою вонючую правду? А говорит, как же я, как же я буду? А вот за то, чтобы Дух Святой в твое сердце пришел тогда, вот за это я готов отдать всю свою правду. Хотя, мозг, я мужчина, как я могла, все там, я прав, все, я отдаю всю правду. Не сразу, не сразу, конечно, дня через три, но уже дня через три, они через три месяца. с этой Зинкой все время сейчас, с этой Зинкой пять лет они не разговаривают. Позвони сегодня, скажи, Зин, давай заканчивать. Увидишь, ляжешь в кровать, как будет хорошо. Вот так. Давай. Да. Да. Березы не приходят. Да. Вопрос хороший, да. Про Сталина не буду отвечать, вот, потому что это, имею определенное мнение и не хочу, чтобы зал у нас разделился на какие-то за Сталина, против Сталина, это все глупо. Вот. Нет, ну, я просто, ни в каких спорах никакой истины не рождается. Каждый думает, как он хочет. Вот. Что касается Ивана Васильевича, моего несчастного. Вообще, эта роль, она не совсем, на мой взгляд, вышла у меня, потому что, немножко там, слишком такой, актерской игры, и хотелось бы более глубокомысленную сделать фигуру. Ведь он был очень талантливый человек, он и сочинял церковные гимны, и он рисовал, и придумывал водопровод, чего так он не делал в своей жизни. Люди же вообще неоднозначны. Вот. поэтому мы оставили идею играть историческую личность Ивана Грозного, и пытались, сколько нам это удалось, сыграть трагедию человека, который живет по кругу. Вот опять убивать, опять каяться, опять убивать, опять каяться. Если, помните, был прекрасный фильм «Осенний марафон», да? Вот он вроде расстался, вот он опять любовница, звонит, жена пришла, и опять все по кругу, и опять все то же самое. А мужик-то вроде хороший. Так и царь наш Иван Васильевич. Вот он и опять голову как капусту рубил, и опять по 40 дней он стоял на коленях. Вот. Поэтому мы не играли личность царя. Святой он, не святой. У нас были целые там баталии. Прибегали к нам. Как вы нашего святого? Вот. Не знаю. Я не историк. Я актер. Я хотел сыграть трагедию человека, который живет по кругу. И как белка в колесе, и при всех своих талантах, удивительных дарованиях. Что касается народа, то я не верю сам, что русский народ наш может так оставить. И это действительно, на мой взгляд, с моей позиции не совпадает. Хотя народ у нас всякий. Не будем забывать, кто красными тряпками махал, кто крест избивал, кто священников убивал. Те же наши русские ребята. Поэтому, как сказал Николай Гоголь, общество складывается из единиц. Мне вот эта позиция ближе. Какой каждый из нас, такая и будет наша страна. Понимаете? Путь действия. Ведь как? Русь. Вы знаете, что такое в переводе славянского военная дружина. Святая Русь. Святая военная дружина. Борьбы со злом. В других нет. В себе. Первые русские святые были Борис и Глеб, которые сказали, он нас убить хочет, пусть убивает, мы ляжем. Вот что такое святость. Это беззащитность и риск. Это крест. Это кровь проливать. А не я прав. Поэтому мне кажется, что русская национальная идея давно найдена. Вот она такая. Святая Русь. Борьбы каждого со своим злом. А то вот такая шея. Эй, говорит, курить бросить не могу. Ну, позор. Взял из завтрашнего дня. И так далее. Мы все как блины горелые растеклись. А у нас вот какие были деды прадеды. Не так давно. Смотри войну. Посмотри на Белорусском вокзале хронику. Мой отец всегда плакал. Потому что там такие лица. Там иконостас. Там лица другие. Там лица другие. Не утомленные водкой. Там лица другие. Вот кто выиграл войну. Те люди до событий. Они еще были воспитаны. И это не так давно было. Вот дом взорвали. Здесь вся местная земля. Вся кровь полета. И жену убили. Детей убили. Котом и пошел. Клеточку что ли. Это блин. Вперед воевать с собой в первую очередь. Быть пятном хорошим. Я знаю на себе. Я двинулся на микро ноготь. У меня сразу все изменилось. Вокруг меня. Я никого не убеждал не проповедовал. Ко мне потянулись люди. Вот какая система. Серафим Саровский говорил. Стижи мирный дух. И вокруг тебя тысячи спасутся. То есть вот этот дух Божий. Мы же пытаемся построить цивилизацию без Бога. Эта попытка обречена на провал. Мы выливаем прекрасные биотехнологии. Все поедем. Взлетим сейчас скоро. полетим. Два года не будет дождя. И все подохнут. Если Богу будет угодно. Ему конечно это не будет угодно. Вот и все. Поэтому без Бога не до порога. Как русский народ наш сказал. Я вижу в собственной жизни как эта идея дала мне все. И смысл жизни. И каждый день жить понятно. Так же неясно зачем я живу. Ну зачем опять это без пяти. ведь сейчас какая поза в ресторане с девушкой сидит пришел пригласил ее деньги платит а она ну что такое правда извини да не неизвестно время было время было такое что нам если бы в то время сказали в 16 веке знаешь через три века отменят смертную казнь подняли бы на смех время было совершенно другое я согласен вот в этой части что у меня нет такой позиции что я не согласен я как бы некоторые сцены мне кажется слишком резкими и так далее не более того гораздо больше у меня претензий и не согласен к замечательному фильму Сергея Лабана Шапито Шоу может кто видел вот вот фильм блестящий талантливый замечательный но зачем эта гомосексуальная тема зачем эти голые задницы их можно было запросто убрать и был бы чистейший такой же крутой фильм вот из жизни не уберешь то что мы ходим в туалет давайте камеру поставим и будем вас снимать и будем потом на экране показывать и говорить а это жизнь нет браток надо надо взвешенно очень понимаете в чем дело сейчас тут очень важно ведь есть законы понимаете цель цель должна соответствовать наоборот средства должны соответствовать цели то есть цель благая должны быть такие же и средства если благая цель достигается порнографическими кадрами это у меня лично лично подчеркиваю вызывает протест если вы обратили внимание в моей новелле все чисто я там боролся с этим вот мы Сережу очень любим все дружим поэтому я не то чтобы согласился а это было как-то наше общее дело но режиссер он и вот он счел нужно ввести эти кадры я как актер и соучастник этого проекта в моей истории этого нет но то что меня окружает мне неприятно просто у каждого разный порог сейчас уж больно понизили порог все можно а я думаю что лучше бы больше же будет кайфа когда не все видно если вот она разделась уже ходит по улице ну и что день-два я ее вижу а дальше мне скучно вот даже так даже так если вы хотите мужчин привлечь ну да мода все вот но мне она в чем-то эта мода даже очень нравится потому что мы уже перестали на ваши ноги смотреть мы ходим со здоровыми чувствами поначалу было тяжело ну скажи ваше отношение когда ваше отношение сейчас к чему к чему к чему к моей группе понимаете отношение это немножко не ко мне вот да потому что я делатель я не оценщик не критик не журналист я делатель в то время было так сейчас все я делаю это тоже звук ему это название проекта и это все тоже сейчас вот так сейчас я один остался один еще двоих там ребят снял они у меня пляшут все происходит вот и если кто видел может быть это все весело и так же напористо и все конечно человек меняется тогда мне было 35 лет сейчас мне 62 странно было бы как некоторые американские артисты в коротких штанах все тот же этот рок-н-ролл с свирепыми лицами играют но это смешно вот нет я думаю что каждому возрасту какие-то свои приколы но я еще полный сил я свежий я могу и двигаться и на голову стою и что хочешь делаю горным туризмом ничем ничем я как Джеймс Браун у него спрашивают вы наверное тренируетесь тренируетесь он говорит pray 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 то есть молюсь молюсь и молюсь lord give me energy и он потом Джеймс мой любимый вот вот Джеймс Браун умер что молюсь за него да вот чтобы ему там легче было сколько он радости и его спрашивают какая какой ваш прикол вот ну как сейчас выражается message он говорит make people happy делать людей счастливыми вот и все так и я выхожу на сцену чтобы вам было хорошо вот о каких-то серьезных вопросах о таких беседах если будем дружить пригласите с концерт на преду там совсем другое такие костюмы я пошел у меня все это блестит у меня цветы голуби один красный костюм другой синий вот и там все видео роскошное экран все происходит супер модный интерактив все дела вот поэтому жизнь идет видите вот но что я хотел сказать важное сюда вставить все бум-бум-бум вот дух творит себе формы какой ты есть духом вот как ты живешь так ты будешь и на сцене и всюду вот и не удастся быть плохим человеком хорошим писателем это заблуждение такого не бывает вот поэтому самая главная работа молодые люди если кто хочет быть актером или что это работа над собственной душой потому что плод только может родиться из плодоносящего а видите ли сегодня вот разрешили выкушать рыбную икру и наш батюшка сегодня в храме сказал это вот потому что у нас вот вера как икринка маленькая но завтра рыбу разрешено поэтому дай бог чтобы наша вера выросла в рыбу вот пшеничное зерно вы все в сельской местности в общем-то живете знаете оно должно умереть чтобы родился колос так и актер должен кровь проливать всю душу свою отдать чтобы родилось ну как в острове это было помните мы что мы все это по-настоящему это же мы все и так и плакали и молились и старались и мы за 40 дней сняли кино это потрясающий срок для такого огромного фильма нам бог помогал бог же есть это не русские народные сказки вот я оставлю и он и вот нет не обязательно здесь здесь и он видит каждого из нас каждую мою лукавинку что я выпендриваюсь что я лишнего сказал поэтому я все время перед ним ну не могу накидывать провода хоть ты тресни да пожалуйста вы уже много давайте мужчинам я меня спрашивают меня часто спрашивают а вот девочки понимаете я вам отвечу честно во первых я не в курсе дела это раз вот потом самое главное позиция православного христианина если я себя таким стараюсь быть она начинается вся жизнь христианское сведение своих грехов как песок морской вот это первое первое вот поэтому моя позиция чтобы вам было понятно в реке тону не умея плавать тону барахтуюсь а у меня спрашивают а как вы к девочкам я говорю тону отвали help вот у меня каждый день встал и понеслось то рабочий что-то не так то жена то я что-то то что-то корячит меня то что-то я придумал а у меня не вы у меня постоянная вот эта битва вот одни брали журналисты там такое несколько выспленное название написали в сон меню битва за свет вот у меня все время чтобы темного угла в который я всю жизнь себя присосал туда отодраться поэтому у меня девочки у патриарха часы вот это все это мне до фени простите вот так у меня никакого мнения нет наверное девчонки глупые наверное но все-таки кощунство не может быть в нашей стране как тут решить не знаю да да мои хорошие дорогие да но это просто непонимание нет даже незнание апостол иоанн нам сказал бог наш есть любовь это не тот который любит а он и есть любовь поэтому ничего злое мстительное какое-то это в нем такого нет но мы знаем такое слово наказание божие да так этимология этого этого слова такая наказ это что это урок бог дает нам какие-то трудные обстоятельства только с одной целью чтобы мы встрепенулись ведь мы как в храм приходим вы же знаете вот из тех кто ходит в храм кто пришел по любви к богу если один есть в этом зале и тонет все пришли дай бог здоровья да все пришли по горям у кого сын у кого что у кого болезнь у кого операция все пришли по горям поэтому нам подчас аппендицит ну надо режать это же не то что злой кто-то это так вот надо пока его не встряхнешь у меня были такие случаи у человека такая катаклизм что просто пошел в церковь заходил потом как-то остыл сейчас говорят то же самое еще раз вот как значит мало а бог это отец отец не оставит душу без попечения не надо обольщаться он каждому хочет спасти и верующему и неверующему и буддисту и кешнаиду и чикатиле даже он всех хочет спасти он всем дает солнце одинаково а то бы мог одному тучку второму и эту вот но пути каждого разные потому что мы все разные представляете вот как удивительно меня очень поражает много раз что вот мы все здесь сидим каждый разный человек удивительный каждый создан богом и о каждом есть замысел для чего-то он есть удивительный один во всей вселенной только такой Михаил Иванович Катя Васенька единственные вот это да и в то же время мы все родственники потому что от Евы и Адама какие-то мы все пятероюродные братья там все все вообще род человеческий в Африке голод мы переживаем почему потому что мы род человеческий ворона на дороге дохлую ворону клюет спокойнейшим образом для нее это мясо мы немыслимо сбили на обочине людей сели другие пообедали ими это бы вызвало у нас по меньшей мере отвращение и ужас вот мы род человеческий поэтому давайте слегка не с понедельника но как-то посмотрим на друг друга как на образ Божий как на иконы Бога ведь сколько разных лиц вот я давно не ездил на общественном транспорте а тут как-то довелось и с таким удовольствием я посидел я час сидел в аэропорте ждал смотрел сколько шлиц а сейчас так все еще одеваются каждый по-разному один галстучек второй это удовольствие получил необычайно необычайно так это все прекрасно так прекрасна наша земля так мы прекрасны по сути своей если нам удается отбросить наши мелкие вот эти гадости которые мучают нас же по слову вот святого мучаем себя за чужие глупости ну сказал он что-то ну промол допускаю ну сколько уж можно а мы все толкаемся все на своем все правду давай а еще правовое общество вот это чтобы все знаете как они там стоят за 20 сантиметров друг от друга я говорю а что это вы стоите он говорит я его трону 5000 долларов такое общество я не хочу строить в своей родной стране мне это противно как мы все вот они все хопа калуга вон я рядом здесь живу сел приехал кайф поговорили может что кто понял я сам понял я же от вас тоже получаю что любовь вы от меня я вас люблю к вам приехал мне вот ваши личики что-то чего-то у каждого свое это ж трепещущее дело это ж самое самое ценное что может быть и вот об этом кино об этом концерты об этом вся жизнь стала вот книжечки мы привезли там по маленьким денежкам вам раздадут там всякие такие есть всякие штучки почитайте порадуйтесь вспомните меня я вас вот так остального смысла в этой жизни нет отношения между людей самое главное а мы часто это меняем на деньги на внучков на всякие на всякие мелкие вещи а есть крупные как он ко мне относится а я к нему это же целая история целое дело и это надо созидать это непросто стихотворение я могу прочитать несколько стихотворений я пишу такие маленькие смешные всякие называется Вадим дядя Вадим ходит один вот к нашему да разговору вот он вот он такой вот он один вот он такой вот он такой красота красота ну а как же но не надо забывать перевода этого словосочетания как я уже неоднократно напоминал товарищем журналистам крути верти переводится тогда а вот как вы относитесь к проблемам русского крути верти я говорю ну вот как что отвечать вот крути верти жив конечно жив пока еще пока у нас эта часть еще есть и хочется нам двигаться все живо вот вот так так уж не обижайтесь но да рок движения это все как-то слушаю я вам рассказал общение с богом которого я узнал на этой земле больше там делать нечего вы правы больше кроме как общаться с богом или не общаться с ним вот рай и ад рай это общение с богом которому я научился здесь познал на земле ад это без него хотите без него пожалуйста никто никого никуда не тащит хотите без света будет что тьма 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 это отсутствие света для меня свет один по совести это значит по богу это в нас голос божий совесть ну а как еще поразмыслите внимательно это же невыгодная вещь это же всегда против материального состава человека совесть значит это от бога раз она животные же все делают чтобы ему было сыто тепло укромно производительно а совесть наоборот совесть есть только у людей это и есть наивысшее свидетельство бога в нас ну и так далее христианская аргументация блестяще изложена в ста томах святоотеческого наследия вопрос надо изучить не предвзято не предвзято взять книжки не то что я говорю я вот читал а вы нет нет я так же я так же как вы считал что они там придумали давай я с ними разберусь но я как стал делать я взял евангелие прочитал я взял не всех нескольких отцов прочитал и я увидел это истина мне доказали умные люди не говоря уже о том что миллионы людей прошли этим путем и расписались кровью я им верю они кровью расписались а не умозрительными теориями и много-много всяких таких фактов поэтому этот спор он уже какой-то застарелый очень все это уже давно доказано трудно как в этом жить и как против себя любимого идти и исправлять трудна тактика стратегия понятна вот как обстоит дело аргументация блестяще изложена уверяю вас ознакомьтесь с вопросом это все очень открыто вы уже умный человек в зрелых годах возьмите откройте прекрасные тексты там даже одно удовольствие почитать я никого не агитирую там аргументированно подставить во первых мы с отцом Дмитрием познакомились после острова отец Дмитрий Собернов он очень у него великий дар рассуждения что считается даже выше чем дар любви он любую ситуацию разбирает из смешных расскажу вам когда я выступил на Золотом Орле и что-то там про Путина сказал ну а что Путин там может он маленький какой-то человечек и из этого раздули историю журналисты помните вырезали речь мою сижу я в деревне и думаю Путин бедненький может я его обидел сижу и думаю может ему письмо написать вот сейчас будет это смешно очень хорошо думаю а что же я думаю звоню кажется Дмитрию я говорю отец Дмитрий может мне Путину письмо написать он говорит не надо вот поэтому мне в жизни очень повезло с наставниками со старшими потом я слушаю день и ночь Осипова Алексея Ильича который сейчас и по Союзу и здесь он бывал у вас кажется и в Нарфаминске он у вас был он замечательный умница и вот тоже для ищущих для сомневающихся раскладывает все по полочке рекомендую изучить вопрос это интересно да пожалуйста да ответ конечно ответ-то бывает ответ-то бывает но ответ бывает в трех случаях во-первых когда просим достойного то есть не просим ну скажем так пыли из царского дворца просьба должна быть достойно дающего то есть вот потом если наша просьба молитва не должны мы просить о всякой ерунде нет это крупная вещь нет ну чтобы у меня экзамен ждать на работе это бог мы к нему обращаемся за насущным здоровьем вашего ребенка это самое главное дело из материальных дел самое главное вот и потом не бываем услышаны мы услышаны всегда но не получаем если просим не полезное или не вовремя бывает что некоторые наши просьбы давать нам не вовремя вот в трех случаях если просим мелочи если мы просим не вовремя и если мы просим не полезное тогда а остальное все слышат вообще бог слышит шорох ног муравья на лесной тропе он слышит наше каждое вздох знаете как один святой пишет воздохнул сегодня крепко и тучи демонов прям разбежались видел как демоны тучи полетели только так сделал и все но вот но вот от всего сердца так понимаете самая главная степень вот этого вот этого надо же до конца понимаете должна быть алчба и жажда как будто 10 дней не пил а если так вот после работы на всякий случай после экстрасенса ну это смешно слушаю вас извините сейчас я отвечу ну у меня это превратилось в зависимость болезнь а так выпить не грех когда владимир владимир наш красное солнышко который крестил руси выбирал веру и мусульманскую веру выбирал ему сказали там у нас пить нельзя он говорит нет не годится нам на руси веселье есть пяти как ну а как же это превратилось у меня в грех в зависимость а грех это то что отделяет нас от бога ну как вам сказать не немножко не так вот я взял отказался потом ни один один говорит старичок не занимайтесь колючками занимайтесь цветами вот надо найти лучшее вот бог это счастье это радость когда туда то это уходит это ниже ниже кайфы как мой замечательный исаак сирин пишет снеть нищих гнусно богатым вот если мы обогатились духом святым в свою меру маленькую не как серафим саровский в свою маленькую меру мы уже не поменяем этот скажем так по нашему кайф на тот тот ниже тот бычий я думаю ну вот сейчас сидим с одним актером будрайтис такой знаете наверное да никто не хотел умирать замечательный фильм старичок он уже 72 года такой бодрый вильнюсе мы играли в ресторанчике сидим я ему говорю рюмочку красного он говорит а мне только хуже и вот я так это запомнил и сейчас нет нет да хочется иногда да я думаю будет мне лучше хочется всем люди но я вспоминаю это слово и думаю будет мне лучше прикидываю не не как я слушаю музыку сейчас у меня все чисто я все три я все чувствую каждый а это я бэм и что я поставлю и что я услышу бэм нет я уже думаю не буду да нормально кому как а мне это ниже зачем мне когда у меня и так кайф куда мне еще я выпью и будет ниже мне вот это Хенеси мне лично ниже понимаешь я и так в кайфе ну Духа Святого да в свою меру я что мне у меня мыслей нет я сейчас буду ниже зачем потому что все или там это или свадьба ну вот у меня был день рождения недавно позвали друзей все я спокойнейшим образом все послушали музыку все кто хочет выпил я нет вы знаете я утром встал как огурец ребятки все говорят мы нет ну некоторые поменялись нет появились новые новые те кто сильно пьет и с которыми так вот му-му-му с теми нет а те кто нормально у меня папа всю жизнь выпивал на празднике красное вино был очень добрый не был алкоголиком и я у меня болезнь я алкоголик как Виктор Иванович Сухарухов говорит когда его к столу приглашают так я алкоголик ребята никаких посидеть пожалуйста а его эти все блатные блатные иди сюда после брата там это все так мои друзья я алкоголик неизлечимый поэтому никакой выпивки посидеть 10 минут Виктор Иванович мы с ним дружим он вот такой может быть будем делать что-нибудь вместе есть идеи в театре есть идеи но открывать тему не буду но мы поддерживаем отношения и есть у нас некоторые задумки с ним появится да появится ну я думаю так настоятелем монастыря неверующий человек вряд ли смог он прям он прям как будто мы все актеры а он прям как будто он там живет блаженный Августин сказал кто утверждает меланхолию пусть не думает что бежит за Богом вот и он же сказал люби Бога и делай что хочешь когда ты Бога узнал любишь я не накидываю провода не потому что я боюсь я не могу я его люблю а он смотрит а я накидываю понимаешь я по любви делаю я не могу я его люблю я его полюбил я его узнал я его полюбил ничего подобного ни с какой плетью с моей стоит и кротко смотрит как я это делаю хочешь делай понимаешь как сказал Федор Михайлович наш замечательный кротость это страшная сила он же как он же не гонит хлыстом стадо впереди себя он идет и зовет кто хочет тот идет никаких плеток тяжело не христианину для христианина это благо почему потому что он тут же получает благодать Святого Духа за этот слепок он получает то о чем Серафим Саровский наш русский святой сказал что каждый человек готов за минуту этого чувства тысячу лет стоять в яме чтобы его грызли червью это в полноте вот это что такое вот я был сейчас в Киеве в Киево-Печерской лавре вот они вот в таких пещерках на всю жизнь они что больные непонятно это Бог это такой свет он сидит на Афоне там у него вид на море на лодочке и загораживает окно ему говорят старший что ж ты загоражаешь это же Божий мир он говорит если бы вы знали какой у меня свет внутри вот что такое общение с Богом это это горящее нутро когда ничего не надо ну потому что грешные слабые не достигли не достигли Серафим Саровскому скажи хочешь идем в кино он скажет алло у меня слитая троица я солерцаю ее а ты мне кино вот понимаешь какие дела надежду на Бога предваряет труд ради Бога и пролитый в дело не под святой Исаак Сирен 7 век прежде чем у Бога что-то просить надо хотя бы ногами ему послужить католик какое мне дело я вот он здесь католики устроились вообще очень удобно по всем делам у них есть касса такая где сверхдолжные заслуги можно оттуда взять за грех заплатить и так далее то есть там много всякого всякого комфортного состояния но не будем давайте вдаваться в богословские вещи профессор Алексей Ильич Осипов блестяще отвечает на все эти вопросы не то что я грешный вот я вам могу рассказать как у меня что у меня вышло и может какие насущные вопросы как может я что понял вот и все я его плохо знаю лично но вот я знаю такие вещи что мы были я ездил в Омск там такой государственный университет в Омске это считается столица Сибири молодежь сибирская вот с таким разговором живая у нас была захватывающая беседа после меня там был Андрей Кураев и написала мне руководительница письмо что ребята слушали внимательно тоже поняли но он такой он более умный такой я все на эмоциях как актер на каких-то анекдотиках а он такой у нас он умный такой все меня это несколько пугает вот такие слишком рассудительные ребята ну все нужны вот не знаю лично как он не сталкивало жизнь вот а вообще у меня последнее время очень много стало приятелей попов все такие отличные ребята веселые смешные анекдоты рассказывают и служат богу и никакой там нет вот этой все там отлично и сапожки у него начищенные английские и все у него хорошо и дай бог здоровья вот нет к сожалению вот я да я нет я не взял гитару специально чтобы жанры не путать это как знаете вызвали электрика и говорят ну у нас тут и замочек еще вставим в другой раз если маленькие денежки реальные берете артисту на на хлебушек да я приеду к вам с удовольствием буду здесь скакать вот с устроителем обговорите но у нас там техника сложная надо будет какой-то зал специальный найти ну все реально мы ездим пожалуйста с большим удовольствием силы есть желание есть спектакль отличный слушаю я вот это вопрос прямо мне я на старости лет на старости лет и я наконец когда я пальцы загнул в свое время я выкупал 12 на 13 яму и теперь после Грозного мне Павел Семенович наш отвалил деньжищ я поднял огромный дом вот живу я пока только что в подвале в подвале я там построил у меня 120 метров площадь вот и я там построил студию с суперзвуком купил колонки старинные американские у меня английский проигрыватель Гаррот такой если слышали супер там головы всякие по тысяче долларов мы все там приколуемся вот и слушаю я винил только вот слушаю винил только слушаю главный у меня Майлз Дэвис главный это как бы Пушкин и все остальные вот потом у меня Чак Берри Элвис Пресли Рэй Чарльз Джеймс Браун это вот те которые всегда со мной ну и есть еще там я искал искал думаю какое-то новое имя ничего подобного вот эти вот гиганты тем более на первых прессах вот если американское родное там такой звук я просто взлетаю вот далее продолжаю отвечать на ваш вопрос сижу я виниловые пластинки у меня роскошный звук ноги я это вверх все стыдно мне стало думаю ну что я один звать кого-нибудь приходит с ним общаться а он ничего не рубит и приходит потом расстраиваешься и в общем ну караул вот думаю надо делать радиопередачи начал сделал уже 4 выпуска по часу берет эхо москвы но они просили сделать 12 штук чтобы был сезон каждую пятницу они запустят вот рассказываю как вам все про виниловые пластиночки ставлю музыку супер редкую всякую в общем вот так вот выходит я очень доволен всякие шумы ветра в трамвае у меня там вот с вами буду делиться этим и мне это очень радостно делать потому что это чисто даром и это вам вот да 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 это мнение не мое а мнение которое я разделяю компетентных людей потому что забыли бога и очень сильно поднялся материальный уровень ведь эти цифры что в тринадцатом году был четырнадцать процентов валовый прирост промышленности это ни в одной стране мира такого не было крестьянин имел в кармане рубль из золота и думали вот так как товарищ уважаемый что сами вот мы сами сами чиновник люди перестали в храм ходить думали все сами увлеклись материалом все изобретения паровозы все все вот промышленность и чиновник был обязан принести справку что он раз в год причастился на службу вот так то есть бога забыли увлеклись материалом жизнью отец сверху посмотрел говорит ну сами нате вам сами все с вами договорились по главному вот тоже недобор ближе к умеренности чем перебор как нас учат старшие спасибо вам кто-то ласковый кто-то несчастный развлекался да вот потихонечку разговор перешел с развлечений на какие-то серьезные вещи а все люди живут серьезно все люди работают у всех свои проблемы у всех свою горесть у всех уныние у всех тоска у всех не сильная уверенность в завтрашнем дне поэтому разговор о том как жить ради чего жить зачем жить это разговор который интересует всех это беспроигрышная тема если так выражаться с коммерческой точки зрения другое дело начинает очень зависеть люди публика не дура они видят человек пришел им врет толкает что-то вешает на уши или рассказывает искренне по-честному свое как вот у него в моем случае рок-сцена меня научила это что в первую очередь не искусство играть на гитаре не искусство плясать не искусство петь это искусство быть предельно искренним рок-артист это всегда предельная степень искренности поэтому я это умею делать даже не делать а я такой со всеми моими ужасами со всеми моими этими но я человек честный и искренний это сразу видят люди в зале где угодно вот и этому верю начинает это начинает быть интересно поэтому сколько бы я не ездил с такими вот лекциями я даже их не называю творческий вечер творческий вечер вот всегда это вызывает живой интерес и что самое главное что самое главное и сегодня в зале появилось к концу вечера любое